Всем привет! Приветствую вас на своем канале История жизни с Эмилией Гарден. Садитесь поудобнее. Сегодня ждет вас, девчонки, сочный летний, просто многограннейший влог. Мы с вами разберем шкаф, организуем в прихожей шкаф, также организуем полку в комоде, подготовимся к зиме, засервирую потрясающей, невероятной красоты летний стол. Но и вы с нами окунетесь в атмосферу нашего вечера. Ах да, забыла, девочки, у нас Леночка на минуту в этом влоге станет гусаром. Ну что, интересно? Давайте начнем. Девчонки, что мы будем сейчас делать? Правильно организовывать шкаф в коридоре. Вот эти сумочки я сейчас ношу, чаще всего этого цвета, коричневого и бежевого. Разобрать эти вот кофры, что там вообще есть, что нету, может быть, их назад отодвинуть. На этой полке разобраться, разобраться вообще в шкафу, что да что, кому что нужно, кому не нужно. Что маленькая, что уже не маленькая, что старенькая, что не отстирывается. У Максимкина надо спросить, он мне играет в футбол, и она у него просто ужасно. Ужасно, надо узнать в стирку пока. Разобраться с обувью здесь, Максимкины кроссовки и все такое. Наша обувь, которую мы носим, с ней тоже нужно разобраться делать. Сделалось много вот таких вот, ну как много, ну вот. Освободились вот такие вот коробочки еще ссыкие. Я их стряхнула, протерла и буду использовать в комоде. Докупила еще, если вдруг они нужны, понадобятся. Если, девочки, начнем сейчас я разберу там, конечно, я с вами не буду это все, вот это вытаскивать, вот это свое барахло рассматривать. Здесь этого я делать не буду. Я рассмотрю и расставлю кофры, как они будут выглядеть здесь, да, и вы сразу тоже увидите, как поменяется это место и насколько оно будет удобным. В эти большие я уберу то, что, ну, сейчас вообще абсолютно не надо и понадобится только в ноябре, например, да. И посмотрю там садовые, может, садовые куртки, они такие тонкие у нас. Вот такие вот, я их покупала в Ашане давно-давно, жилетки, куртки, они недорогие, но мы их очень любим использовать, ну, в саду убираться, потому что зацепляются розы или еще что-то, да. Я посмотрю, есть ли целые, им, наверное, года три этим жилеткам, и куртки там тоже нужно посмотреть. Их я разобрала, теперь я знаю, что там вот мои, например, такие плотные зимние куртки и пуховики длинные. Там Леночкины, отдельно сейчас Максимкины еще. Водные я сложила вот так, вот очень удобно, баллоники, что с ними будет? Тихо-тихо, но я двигаюсь к чистоте. Там все разложила, Максимкины такие пуховики туда сложила, наши подушки для отпусков, для самолета, вот все такое для самолета там. Там, значит, огородные. Все вы видели, как они сложены, свои сумки расставил, которые я ношу, Леночка, потому что всегда меняет сумки в гардеробе у себя, поэтому ее сумок здесь нет. Максимка тоже рюкзаки меняет в гардеробе, а муж у меня не носит сумки, у него все в карманах. Итак, здесь оставила куртки, плащевки всякие, вот тренчи, кофты, тонкие куртки, кожаные куртки, ну и, конечно же, наша с Леночкой, пальто. И пальто мужа, такие тонкие. Ничего не случится, если они здесь будут висеть, они не мешают абсолютно. А вот этой частью мы пользуемся, ну вот сейчас прохладно, например, мы пользуемся, да? С этим нужно разобраться и организовать. Вы сейчас увидите, как все получилось. Девочки, что у меня в итоге получилось? Видно, где какая обувь лежит, да, чья обувь, где что. И вот таким образом это выглядит. Собираются, конечно, не вау, сразу вам скажу. Но шкаф выглядит вот таким образом, девочки. Теперь я перехожу в другую сторону своего шкафа. И здесь у меня тоже обувь. Обувь от потолка до полка. Вот, девочки, все вот таким образом у меня теперь организована. Это полка с обувью. Шкаф организовала. Осталось организовать полки в комоде, которая стоит у нас в прихожей. Вот так, легким движением руки. И полка превращается в очень организованную, аккуратную, чистую. Девочки, кто в телеграм-канал на меня подписан, знает, что я потихоньку готовлюсь к зиме. Там я замораживала лесную землянику. Сейчас вот такое вот, которое растет на полях. Аромат стоит сумасшедший. Но я сделаю это очень-очень быстро. Сейчас я пересыплю сюда. У меня вот такой есть помощник, девчонки. Здесь есть биршлаг в этой системе. Сейчас сюда я высыплю половину. И чем удобно, вот я пересыпала, да, чтобы ягода не мялась, я ее мою. Что я делаю? Смотрите, холодную воду. Здесь у меня вот этот тазик с ягодкой. Набирается вода вот в этот салатник золотой, да? Ягодка. Сейчас насчет плавать. Полную не надо ее насыпать в эту миску. Так, ягодка начинает плавать. Убираю воду. И слегка вот так вот ее... Она плавает, поэтому помять невозможно. И вот так несколько раз я промываю землянику, которая с поля. Да неважно. Неважно, откуда вообще ягода, и с сады, и с поля. Это неважно. Убираю. Видите, сколько там грязи. И сейчас я сделаю еще раз так. Ставлю. Очень удобная эта система. Вообще и приготовить салатов разных, и для заготовок. Вот, например, ягод. Мне удобно мыть здесь. Все. Убираем. И вот так вот. Хорошенечко. Видите, она не мнется, ягодка. Так, ее чуть-чуть. Сейчас еще раз. Так, девочки, четыре раза я уже слила воду. Ягодка вся чистая. И опять я набрала воду. Видите, у меня она плавает. Так очень хорошо еще мыть малину, девочки. Малина, она же очень такая нежная ягода. Потом берете вот такую штуку, да. И вот так. Оп. Достаем. Как видите, я не убираю вот эти вот зеленые шляпки. В них тоже польза витаминов. И я варю компоты с ними прям. И все. И вот так вот. Вот так раз. Водичка сливается. И в пакет. Вот так, девочки, я раскладываю по пакетам. И относим в морозильную камеру. Зимой увидимся. Время близится к ужину. И пора сервировать стол. Сегодня будет яркий, сочный, но в то же время нежный и весьма аристократичный стол. Для этого возьмем белую скатерть с лимонным кружевом. И такую же дорожку. Лимонное кружево сверху подчеркнет букет из вот таких вот невероятно нежных, обворожительных ромашек. Вот в такой вазочке на ножке я подам салат. А на таком блюде на ножке я подам фрукты. Например, на мой персики, черешню. В кувшине мы все чаще и чаще сейчас употребляем воду с лимоном, потому что на улице жарко. И в этом кувшине я подам как раз таки воду с лимоном. А вот на таком блюде с ручками, с золотой каймой, будет, на мой взгляд, хорошо смотреться зелень. Честно, я не знаю, остались они у нас, эти блюда с ручками, еще в нашем магазине или нет. Разбираются они крайне быстро. Есть квадратное, прямоугольное такое блюдо. Смотрится на столе они просто вау, девочки. Любую сервировку делают восхитительной. Сервировать будем вот такими тарелками в виде ракушки. Глянцевая, красивая, из белого фарфора ракушка. И ее подчеркнет вот такая вот тарелка в виде звезды. Вообще, эта тарелка-звезда может использоваться и в зимний период, на Рождество, например. Как вифлеемская звезда. Сверху положить другую тарелочку и совсем другое настроение. Все чаще и чаще мы используем эти приборы. Ну и вообще, белый цвет, он очень любит цвет золота. Они хорошо соседствуют. Добавим легкости с помощью вот таких перламутровых бокалов. Ну и потом перламутр, это, конечно, оттенок жемчуга. Сюда, в эту сервировку стола, они очень хорошо подойдут. В сервировке стола я также буду задействовать вот такие вот перламутровые подсвечники, которые поддержат мои бокалы на столе. Ну и, конечно же, они сделаны под хрусталь, под винтаж, поддержат всю атмосферу вокруг. Ну и, конечно же, свечи, девочки. Свечи зададут правильную атмосферу на ужин. Свечи у меня свежего, такого зеленого оттенка. Сусальное золото на них подчеркнет и поддержит все золото, которое задействовано в этой сервировке стола. Но и на этих свечках изображены белые гортензии, которые уже нам дают понять, что скоро середина лета. На этом блюде я буду подавать лаваш к нашему мясу, но на этом интересном блюде можно подавать все, что угодно. И нарезку сыра, и нарезку колбас, ягоды, фрукты, да все, что угодно. С любым продуктом это блюдо будет смотреться весьма привлекательно. И вот такой стол у нас получился. Нежный, легкий, но в то же время яркий, сочный и с нотками моря. Так что вдохновляйтесь, сервируйте свои столы и проводите за такими столами. Приятно. Время в кругу семьи. У нас Леночка сегодня гусар. Я не сегодня, я всегда. Она всегда гусар теперь. У нее была мечта открыть шампанское, как гусары. Ну, у нас, конечно, меча нет, или что там, шпаги. Она будет это делать ножом. Ну, а теперь я хочу поделиться с вами вот такой атмосферой нашего семейного вечера. Чтоб вы прочувствовали, как проходят вечера в нашем доме. А на этом я закончу свой обзор. Всем мира и добра. Увидимся в следующих обзорах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok